Сегодня наш обзор мы решили посвятить Ярднард Канарис. Это 100% мерсеризованный хлопок. Качество пряжи отличное. Она очень красиво смотрится в ирландском кружеве. Спицы, если взять, мне не нравится. И еще в этом видео будет конкурс, о котором мы расскажем чуть-чуть позже. Всем привет! С вами магазин рукоделия Кэнди Ярный, я Яна. Сегодня наш обзор мы решили посвятить Ярднард Канарис. Это 100% мерсеризованный хлопок. И еще в этом видео будет конкурс, о котором мы расскажем чуть-чуть позже. Ну а теперь поговорим о пряже. Эти замечательные моточки с таким блеском идут. 100% мерсеризованный хлопок. 20 грамм, 203 метра. Ниточка довольно тонкая, нежненькая. Она состоит из трех ниточек, перекрученных между собой. Крутка хорошая. Качество пряжи отличное. В ней нет узелков, утолщений или утоньшений. Если ее взять, сравнить с Ярднард и рис, то эта ниточка, мне кажется, в два раза даже тоньше, чем и рис. Чем же ее вязать? Как ее вязать? Ниточка настолько тоненькая. Конечно, 0,5 крючок. В машинном вязании она великолепна. Спицы, если взять, мне не нравится. Мне нравится то, что изделия будут немножко давать перекос. Поэтому она идеальна в крючке. Что касается палитры, вы сами видите, это как раз летний ассортимент. Всевозможные летние вещи, которые можно связать из этой пряжи. Вязать ее лучше, конечно, в две ниточки. Крючок один-полтора. Ну, помимо летних вещей, что можно еще из нее связать? Конечно же, с такой толщиной ниточки получаются изумительные, тонкие, нежные салфетки, скатерти. Она очень красиво смотрится в ирландском кружеве. Также из нее очень красиво смотрятся шали, всякие балеро, бактусы. И как же ухаживать за вещами из этой пряжи? Ну, это, конечно же, ручная стирка. Сушить в горизонтальном положении и сильно не выкручивать. Утюжка на средней температуре. Ну и так, из вышесказанного, подведем небольшой итог. Какие же плюсы у этой пряжи? Во-первых, это натуральный состав. Палитра. Есть темные тона, светлые. Есть блеск. Она очень хорошо блестит на солнце. Петелечки просто переливаются, не выгорает на солнце. После стирки не меняет всех своих качеств, свойств и размеров. К минусам отнести то, что это сильно тонкая пряжа. И, конечно, чтобы связать из нее, нужно приложить максимум усилий. Я, допустим, не люблю вязать с тонкого. Но когда сильно хочется, можно рискнуть и попробовать. Ну, а теперь поговорим о конкурсе. Приз у нас упаковочка пряжи Ярднард Канарис. А это 10 моточков пряжи в желаемом цвете. И теперь, что вам нужно сделать? Вам нужно обязательно подписаться на наш канал, поставить лайк, поделиться этим видео со своими друзьями. Ну и обязательно оставить комментарий, в котором рассказать о своих впечатлениях об этой пряже. Победителя мы выберем случайным образом. И следите за нашими новостями. Желаем вам удачи в этом конкурсе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и сладких вам петелек.